сегодня у нас одна из довольно сложных тем про то как на машинном уровне реализован вызов процедур действительно на первый взгляд казалось бы у нас с вами есть память которую я неоднократно объявлял как пусть иллюзорную но плоскую однородную память вот куда ни обратись приблизительно одинаковый результат будет где-то в этой памяти лежат исполняемые машинные коды где-то в этой памяти лежат данные и как организовать здесь и как здесь организовать взаимодействие процедур про которую мы про каждую из них думаем что у нее свои данные она в определенным способом изолирована от остальных процедур туда данные параметры передаются результаты результаты возвращаются и вот сегодня мы познакомимся как с этим всем отрасль решила быть причем решила довольно давно и мы с вами фактически в подавляющем большинстве случаев имеем дело именно с этими соглашениями и так механизмы процедур какие вопросы нам придется в свое понимание ухватить передача управления то есть как управление передается в функцию процедуру и как оттуда управление возвращается передача данных как данные через что такое как реализован механизм параметров как передаются параметры как возвращаются результаты и управление памятью то есть если у нас с вами функция начинает свою работу где-то выделяется место под ее переменной она заканчивает свою работу и это место некоторым каким-то образом освобождается еще раз подчеркну что все механизмы реализованы машинными командами в которых казалось бы нет никакой специфики связанной с вызовом процедур а и важно отметить что я буду рассказывать про x86 64 а у нее есть одна очень интересная особенность постарая по сравнению с x86 32 и а 32 x86 заде задействует только необходимые механизмы а если конкретной ситуации механизм не является необходимым компилятор их не задействует и определенные иногда очень ценные ресурсы оказывается можно использовать для других вещей и так давайте посмотрим на примере на примере языка си так я сейчас попробую включить так 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 не позволяет мне почему-то эта машинка сделать указатель и так вернусь чуть-чуть назад и так у нас с вами есть справа вверху на желтом на желтом фоне у нас с вами есть вызывающая процедура p и есть вызываемая процедура вызываемая функция q а вызов достаточно тривиален вы его видите y равняется q от x и дальше функция q которая производит с некоторым некоторые действия и возвращает в качестве свой внутренний содержимое своего внутреннего массива точнее одно из его ячеек возвращает как результат вот причем если вы видите то этот массив внутри функции собственно и выделяется как в тот момент когда у нас в исходном тексте на языке си вызова появляется вызов программы когда исполнение в нашем представлении доходит до него в этот самый момент происходит передача управления в вызываемую процедуру а когда в вызываемой процедуре исполнение доходит до конструкции до оператор ретон управление возвращается к оператору следующему за вызываемой функции ну или если вызов функции стоит в выражении то переход к вычислению следующего элемента выражения так как это предписывает нам приоритеты и порядке выполнения операций так а вот наши с вами данные выделяемые и теперь наверное самые важные вещи первая важная вещь это уже неоднократно упоминавшийся стек правда упоминавшийся скольз в связи с тем что у нас с вами есть регистр rsp у которого который предназначен для того чтобы с этим стеком работы что происходит с тем участком памяти который система операционная система компьютера воспринимает как стек и что делает с этой областью памяти процессор когда у него возникают команды работы со стеком происходит следу ближайшая ближайшая иллюзия или там ближайший наоборот материальный пример когда я не знаю что сейчас в практике что сейчас в практике популярна но вот когда-то те кто имел тик тик из вас кому нравится там оружие автоматическое оружие они знают что в магазин патроны закладываются по одному и вынимаются по одному и в одну все это все эти манипуляции происходит в одном и том же месте и последний вставленный партнер патрон первым вынимается вот такая конструкция называется в русскоязычной традиции магазин ванглоязычная называется стек и в понятно что в информационных технологиях привился в первую очередь термин транслитерация термина стек поэтому даже русскими буквами мы пишем и произносим стек и так но принцип остается тот же самый то есть когда мы то есть где у нас происходят все манипуляции со стеком то есть помещение туда данных и изъятие оттуда данных в том месте куда указывает регистр rsp соответственно для того чтобы эта процедура соблюдалась регистр rsp его значение должно изменяться в некотором смысле автоматически то есть если мы если мы помещаем данные в стек то у нас стек вырастает и адрес адрес у нас регистр rsp уменьшается и соответственно регистр rsp таким образом содержит в себе наименьший адрес стека это в наименьший адрес стека является его вершиной тем самым местом в которые помещаются данные либо которые оттуда изымаются команда вот в которой буквально ничего лишнего не делает только работает со стеком обратите внимание команда 1 адрес на пуш ну дано в нашем случае q в 8 байтные 8 байтные данные если она выбирает операнты сердце под который вычисляется адрес которого вычисляется или данные которого берутся уже по известным вам правилам уменьшает регистр rsp на 8 и записывает по вновь получившемуся адресу взятые из источника данных то есть в этом смысле если вы забываете про то что делает функция push q и вы некоторое время не заботитесь где этот стек организован какой у него размер и что произойдет если его перед произойдет его переполнение то в этой ситуации вы для вас взаимодействие со стеком происходит вот по принципу магазина что-нибудь возьми помести в стек все забыли и обратная операция наоборот когда мы вынимаем что-то из стека вынимается данные находящиеся по регистру rsp после этого регистр уменьшается что как бы имитирует динамику нашего стека а вынутые стека значение помещается туда куда указывает параметр команды push q но поп q простите поп это изъять а каким о какое это отношение имеет к нашему к нашему вопросу сегодняшнему к передаче управления фокус вот в чем смотрите важнейшее обстоятельство связанное со стеком позволяет не заботиться о том где он находится то есть регистра в регистре rsp всегда поддерживается если его не попортить тоже можно сделать но лучше не надо вот если все работает штатным образом то в регистре rsp находится верхушка стека а в стеке может находиться как вы уже понимаете более или менее любые более менее любые данные для чего нам это нужно смотрите когда мы пишем с вами функцию вот до конструкции возврата из этой функции мы не знаем куда будем возвращать управление это станет понятно только в тот момент когда эта функция будет вызываться и из функции нам нужно вернуть управление когда мы ее пишем в общем случае неизвестно куда как теперь на машинном уровне нам организовать вот это самое неизвестно куда если предположить что я не зря роста рассказывал про стек кто найти эти данные в стеке для этого их надо туда поместить то есть при вызове процедуры мы хотели бы адрес возврата увидеть в стеке для того чтобы потом при возврате управления вынуть его из стека и передать по этому адресу управления то есть именно такие механизмы задействуются более того более того для этого предусмотрены специальные операции которые по смыслу делают совмещают в себе две вещи это переходы и манипуляции со стеком то есть таким образом есть команда call вызова процедуры вот или просто вызова команда call просто вызова в каком смысле вызова она делает две вещи она помещает адрес возврата в стек то есть туда куда надо вернуть управление а после этого передает управление по заданному адресу и соответственно команда return когда команда red сокращенно когда управление доходит до этой команды из стека выдергивается адрес и по нему передается управление вот собственно ключевой момент который позволяет передавать управление неизвестно куда неизвестно на момент описания процедуры компиляции процедуры и так далее вот теперь смотрите как как это как мы мы это можем увидеть мы можем написать две простеньких программки одна про одна функция для того чтобы их побыстрее находить в листинге ассембер пусть одна из них называется мульсор то есть перемножить и перемножить и сохранить а вторая называется мульдва перемножить два перемножить два аргумента то есть вот текст функции мульсор вызывающий и вот тексты текст функции мульдва вызываемый вот смотрите тексты ассемблерные очень короткие поэтому я надеюсь что у вас не будет проблем с их восприятием пока не фокусируем внимание на вот этих двух программах на этих двух командах обращаем внимание на команду третью та которая находится по адресу 400 544 вот это и есть команда вызова то есть вызвать и что вызвать то есть по какому адресу и как раз здесь и происходит вот это замечательное действие сохранение указанного адреса возврата сохранение адрес на указанного адресного возврата в стэк и собственно передачи управления если я вас прошу о том какой адрес будет помещен в стэк я думаю что вы мне легко ответить и что это будет адрес команды move то есть 400 549 следующий за командой вызова и вызываемая команда она в себе содержит она в себе содержит собственно ключевую команду умножения содержательную и команду возврата управления которая нам и вынимает данные стека и передает обратно управление то есть вот краткая сводка того на экране того как происходит передача управления при вызове функций то есть мы используем стек первое важное утверждение второе утверждение мы передаем управление при помощи функции call которая делает два действия в стеке оказывается адрес команды следующий сразу за командой вызова то есть можете вот в нашем даже дезассимблировать программу если вы не верите листингу компилятора можете прямо в отладчике посмотреть команды и увидеть что в стеке оказывается именно следующий за адрес следующий за командой call адрес и возврат из из кай процедуры эта команда ритон который делает тоже два ключевых действия давайте посмотрим кратенькую такую кратенькую такую анимацию то есть вспоминаем что у нас есть регистр рэйпи инфракшен пойнта который указывает на исполняемую команду и предположим что предположим что в этот момент он у нас указывает на адрес 400 544 то есть прямо сейчас будем выполнять команду call и у нас с вами стек находится указатель на стек регистр рэйпи указывает на адрес 120 сразу после выполнения сразу после выполнения этой команды у нас в стеке оказывается адрес следующий за вызываемой следующий за вызывающей командой команды а именно команды move находящийся по адресу 400 549 и соответственно регистр рэйпи поскольку произошел переход получает значение той первой команды нашей с вами вызываемой процедуры а именно это команда move по этому адресу находится и у нее адрес 400 550 после того как мы закончили выполнять нашу вызываемую функцию у нас указатель команд счетчик команд указывает на последнюю команду а именно ретон и в стеке находится адрес возврата стек видим его значение подвинуто и после выполнения команды ретон у нас стек снова подвигается регистр рэйпи указывает на адрес 120 указатель на следующую исполняемую команду указывает на команду move 400 549 вот можете тогда у вас вы забудете что-то про вызов функции можете вот эти несколько слайдов перемотать я думаю что пример для вас будет достаточно наглядно а следующий следующий ход это передача данных как передаются данные в процедуру и обратно чем хороша архитектура x8 x86 64 она не делает лишних движений в том смысле что не пересылает лишний раз параметры то есть аргументы первые шесть аргументов первые шесть параметров для них предназначены 6 специальных 6 регистров универсальных регистров у которых вот такое договорились их использовать таким образом то есть в самой аппаратуре никаких специальных свойств с этими регистрами не связано но вот разработчики компиляторов разработчики операционных систем договорились и определили так называемый application binary интерфейс вот в котором передача параметров происходит через первых шести аргументов в большинстве случаев этого хватает если вы посмотрите листинги большинства ваших написанных вами а может быть даже и другими людьми программ вы увидите что в подавляющем большинстве шести аргументов хватает достаточно просто регистров а результат возвращается на регистре rx а вот стек стек помещаются параметры помещаются аргументы от седьмого и больше стандарт же не ограничивает количество аргументов их может быть больше вопрос где они помещаются они помещаются в стеке в предыдущей предыдущей архитектуре и а32 и связанных с ней соглашениях там все аргументы помещались в стек даже если один его надо было переслать его нужно было поместить в стек для того чтобы он потом мог быть оттуда мог быть оттуда добыт а здесь у нас достаточно достаточно во многом большинстве случаев хватает регистров то есть вот можно снова посмотреть наш пример и уже сфокусировать свое время свое внимание на на тех командах которые касаются пересылки как комментариями сюда красным цветом вам добавлены то соглашение которое было на предыдущем слайде то есть вспомните первый аргумент давайте все-таки верну чтобы еще раз посмотрели то есть первый параметр находится на регистре rdi 2 rsi 3 rdx 4 rcx 5 r8 6 rd вот что мы наблюдаем у нас с вами три параметра x y и dest и соответственно вот они и раскладываются rdi rsi и rdx и дальше мы делаем то что нам необходимо сделать с этим точнее то что компилятору необходимо сделать с этими регистрами обратите внимание он для чего-то перемещает с регистра на регистр перемещает параметр desk который казалось бы ну регистр и регистр зачем с одного перемещать на другой мы к этому вернемся чуть позже результат результат у нас с вами находится после возврата управления из функции move 2 результат умножения у нас с вами находится на регистре rx по соглашению о передаче данных и мы командой move соответственно из регистра rx перемещаем ему его в память по тому указателю который у нас значение которого у нас теперь содержится в регистре rb и похожая картина похожую картину мы наблюдаем вызываемой программе то есть вы видите что первый параметр находится на регистре rdi 2 находится на регистре rsi моменту вызова вот после этого происходит происходит требуемое перемещение одного из аргументов перемножение помним что команда умножения у нас двух оперантная они трех оперантны результат будет помещен на регистр rx и в качестве аргумента используется значение регистра rx вот но после того как результат получен на регистре rx мы можем спокойно передавать мы можем спокойно передавать управление обратно потому что результат уже лежит на регистре rx здесь тоже особо лишних движений нет и немножко сейчас подымемся ненадолго немного подымемся сейчас на уровнем выше и зададимся вопросом все ли языки используют стек с высокой вероятностью да то есть те с которыми вам придется столкнуться в ближайшее время будут рекурсию будут поддерживать рекурсию и будут использовать стек си паскаль ява все эти языки они в обладают вот тем свойством что активно использует стек и процедура функция может вызывать самое себя то есть прежде чем вот мы процедуру вызвали и передали на первую команду управления было передано допустим командой call откуда-то и дальше у нас где-то есть команда return который нам видео вернет управление обратно так вот при определенной организации при при определенных правилах работы с процедурами ничто не мешает передать управление на начальное на начало нашей функции до того как мы дойдем до ее конца то есть функция выполняется 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 а потом передает управление на самую себя снова выполняется выполняется потом снова передает управление на самую себя или где-то принимается решение что не передаем управление на самую себя а идем дальше до вызова и передаем управление туда куда откуда вызывали ну конечно бывают ситуации когда управление вызывается на нее же возвращается на нее же саму, если она сама себя вызывала. Для некоторых представления о такой структуре вызова трудно в абстрактном варианте такое сделать, но если возможно, что вам поможет как раз понимание того, как происходит вызов функции, вы можете просто конкретно на материале регистров и данных разобраться, как это работает. Важно здесь принципиально подчеркнуть, что для того, чтобы такие действия были осмыслены и были корректными, нам необходимо, чтобы каждый вызов процедуры работал со своим комплектом данных, со своими аргументами, со своими локальными переменами и со своим адресом возврата. То есть код один и тот же, а комплект данных при каждом вызове другой. Когда мы вызываем, когда наша функция вызывается кем-то еще и возвращает управление кому-то еще, мы это с вами воспринимаем как правило, как известное правило про автоматические данные, что комплект данных, с которыми функция оперирует, существует только в момент ее работы. А когда управление из функции вернули, все, то есть ее, выделяемые ей данные, они в общем случае прекращают существовать. Когда происходит вызов функции, когда функция вызывает самое себя, это становится несколько менее очевидным, менее формальным, но принцип ровно тот же самый. Каждый вызов функции порождает новый комплект данных. И если мы из функции еще не вернулись, а вызвали самое себя, у нас эти комплекты данных начинают плодиться. Как это организовано? Опять же на низком уровне. Вызов процедур следует стековой дисциплине. Помните, да, у нас же в стеке тоже все, что мы туда помещаем, там существует некоторое время. Мы поместили в стек, оно там есть, мы его оттуда убрали, его там нет. И еще одно правило соблюдается. Возврат из вызванной процедуры всегда раньше возврата из вызвавшей. То есть для того, чтобы, возможно, вам поможет такое правило, думайте про процедуру как именно про... Не как про код, который там с какими-то данными работает, а думайте про нее всегда как про пару, как про пару код и тот комплект данных, с которым он работает в период своей активности. И тогда вам, как бы, многие проблемы, представления о рекурсивных процедурах, я думаю, удастся преодолеть. Каждый раз, когда мы вызываем процедуру, под нее в стеке выделяется определенное место. Оно называется по-разному кадр в русскоязычной традиции или в англоязычной фрейм. Соответственно, стековый кадр — это состояние одного запуска процедуры. Ну, то есть очень грубо вызвали процедуру, если необходимо, в стеке выделяется фрейм. Но, как мы с вами уже понимаем на примере простых процедур, этот фрейм может состоять, быть очень-очень коротким, а именно состоять всего только из одного адреса возврата, потому что все остальное происходит на регистрах. То есть вот пример таких вот нескольких вызовов. То есть есть три у нас с вами функции — you, who и am I. Причем функция am I, она рекурсивная. То есть мы видим прямо в тексте вызов ее самой. И допустим, что у нас так построен вычислительный процесс, что примерная схема вызовов выглядит так, как показано на слайде справа. То есть есть функция you вызывает функцию who. Функция who дважды, у нее есть два разных вызова функции am I, один из которых не рекурсивный, а второй рекурсивный. И функция am I имеет вариант. Она может вызывать самое себя, а может просто возвращать управление. А так, не понял. Что такое? А, вот. Так, вот, все правильно. Стековые кадры. Что у нас находится в стековом кадре? Локальные переменные, если они есть. Информация для возврата, она с необходимостью нужна. И временное пространство, если оно в нашей функции, как бы, для чего-то выделяется. И поскольку у нас с вами, в отличие от адреса возврата, размер которого 8 байт строго определен, сколько у нас с вами в кадре занимают, сколько у нас в стеке занимают данные одного вызова процедуры, мы в общем случае не знаем. Поэтому регистр RBP используется как указатель на другую границу стекового кадра. На верхнюю границу, на вершину, указывает регистр RSP, как и положено. А вот второй указатель нам указывает нижнюю границу кадра, вызванной процедурой. Но в архитектуре EA32 это всегда так, только там регистры ESP и регистр EBP, а здесь у нас, соответственно, регистры RSP и RBP, но регистр RBP, опять же, может быть использован не всегда. Если стек схлопывается до только одного адреса возврата, понятно, что регистр RBP в качестве указателя на другую границу кадра не востребован и может быть использован как регистр, как универсальный регистр для каких-либо учислений. То есть таким образом, этим сильно отличается архитектура x86-64 от x86-32 именно использованием регистров. В x86-32 регистров очень мало, то есть их там всего 8 целочисленных регистров, и два из них RSP и ESP и EBP задействованы под взаимодействие с процедурами. Остается всего ничего, поэтому там они не используются для передачи параметров. А в x86-64 регистров много, и они используются активно, и таким образом позволяют существенно ускорять работу программ. Итак, вот эти фокусы, связанные с стековыми кадрами, они требуют иногда некоторых дополнительных усилий, а именно выделение места в стеке под этот кадр. То есть место обычно, поскольку компилятор знает про процедуру все, в смысле, сколько ей потребуется памяти под ее переменные, то в начале вызываемой процедуры стоит так называемый код пролога, который сдвигает стек, выделяя нужное место. И, соответственно, есть код эпилога условно, непосредственно перед возвратом, который возвращает стек в требуемое состояние. И давайте сначала посмотрим, что происходит со стеком при вызове наших с вами процедур. Вот происходит первый вызов, и в стеке к кадру вызвавшей процедуры добавился кадр вызванной процедуры. Снова передается управление в новую процедуру, и появился новый кадр. А вот теперь интересно. Процедура MI вызвала самое себя. Код исполняется тот же самый, а комплект данных другой. Содержимое регистров RSP и RBP изменилось. Мы имеем дело уже с другой областью памяти. Хотя с точки зрения текста нашей программы и даже машинного кода программы, в общем-то, ничего не поменялось. И текст, и код те же самые, а данные, комплект данных другой. Потому что мы вызвали процедуру, ну и что, что, самое себя. Комплект данных при каждом вызове процедуры создается заново. Еще раз вызвали самое себя, еще один комплект. Вернули управление самой себе. Один комплект у нас данных стал недоступен. Ну, будем надеяться, что при этом ценный результат вернулся через регистр RAX. Вот. Снова вернули управление самой себе. Снова еще один комплект данных, покинул стэк и стал недоступным. И дальше уже более интуитивно ожидаемые вещи вернули управление. Нерекурсивный возврат из функции MI в функцию HU. Все, нет больше комплектов локальных данных функции MI. Вызвали ее очередной раз. Снова появился комплект, но здесь уже без рекурсии. Возвращаем, возвращаем. И таким образом, я надеюсь, что у вас в голове более-менее реалистичная, адекватная картинка происходящего. Таким образом, возникает. Если представить себе снова, но уже более детально, чуть-чуть приблизить по масштабу свой взгляд к стэковому кадру x86-64, для определенности в операционной системе Linux. В других операционных системах могут быть нюансы, но вот эти все соглашения обычно всегда очень хорошо документированы. Другое дело, что мы с вами, как прикладные программисты, особо не интересуемся этими соглашениями, этими интерфейсами. Но это не значит, что их нет. То есть можете поинтересоваться, погуглить такую аббревиатуру ABI. В отличие от API, да, вот, ABI, Application Binary Interface. Не Application Programming Interface, а Application Binary Interface. Вот, и можете как раз поисследовать для себя этот вопрос, если вам это интересно. Итак, что находится, что мы можем различить в стэке? Аргументы седьмого и более, аргументы от седьмого и более для следующего вызова. Локальные переменные, если не хватает регистров. Помним, да, что для простых функций, для простых процедур иногда все вычисления можно проделать на регистрах. Сохраненные значения регистров. Чуть-чуть забегаю вперед, скажу, что функций-то у нас много, тем более мы только что обсудили, как функция вызывает самоё себя, и мы говорим про то, что в памяти-то данные у нас реплицируются. В этом смысле память условно большая. А регистров у нас всегда один и тот же комплект. Ну хорошо, 16. Но это же 16 не на каждую процедуру, а 16 на всех. Соответственно, если у нас на регистре лежит значение, которое нужно почему-то сохранить, то есть есть какой-то риск его повреждения, затирания, замены, его надо сохранить из регистров в память. И вот эти вот сохраняемые регистры, они тоже находятся в памяти. В частности, если у нас для указания границ стекового кадра, если нам нужен регистр RBP, использовать, вопрос, куда девать его старое значение. По-хорошему его нужно сохранить. Куда сохранить? В стек. И в кадре вызвавшие процедуры мы можем наблюдать адрес возврата. Его воткнул туда и команда call. И аргументы, те, которые были использованы при вызове текущей программы. То есть, еще раз, аргументы текущей программы, если они были, они находятся в стековом кадре вызвавшей процедуры. А в текущей процедуре появляются аргументы чужие, в том случае, если мы собираемся из нее вызывать какие-то последующие процедуры. Вот приблизительно так. Давайте посмотрим снова простой пример. То есть у нас задача увеличить ячейку памяти, значение, находящееся по указателю, увеличить на заданное значение. То есть вы видите, внутрь процедуры получаем, во внутреннюю переменную получаем это значение, добавляем к нему значение, переданное как аргумент, кладем результат по указателю и возвращаем управление. Результат компиляции у вас на экране. И можете аккуратно проверить, что на этом, можете аккуратно проверить, что в этом примере соблюдаются те соглашения, о которых я вам только что говорил. То есть вот, предположим, у нас с вами есть такая функция, которая вызывает только что определенную функцию увеличения. И мы можем посмотреть ее ассемблерный текст, увидеть красным цветом вверху выделена команда перемещения константы, мы ее очень четко наблюдаем, мувку, вторая команда сверху, мувку, константа 15213 по адресу, находящемуся где? Находящемуся в стеке. То есть адрес определяется смещением от значения регистра RSP. При этом, обратите внимание, перед этим была команда subq, константа 16 и регистр RSP. То есть мы сдвинули перед тем, как перемещать нашу константу, мы сдвинули значение регистра RSP на 16, выделив таким образом в стеке пространство, образовав в стеке пространство, содержащее 16 байт. Дальше. Команды, связанные с вызовом нашей функции, с подготовкой к вызову нашей функции, собственно, вызов нашей функции, и возврат, следующее после вызова функции, команды вычислений. То есть вот, соответственно, происходящее при этом эволюции стека вы можете аккуратно происследовать и лишний раз убедиться, что соглашения, которые я вам озвучил, что здесь они соблюдаются. Вот теперь мы как бы подошли еще к одному рутинному вопросу, но, надо сказать, довольно важному. То есть только соблюдая вот эти соглашения, процедуры обеспечивают неприкосновенность данных друг друга. То есть на джентльменских соглашениях. При вызове процедуры U, процедуры, процедуры U, процедуры Who, мы будем различать вызывающую и вызываемую процедуру. И зададимся вот тем самым вопросом, можно ли в регистре временно хранить данные. Если мы внимательно посмотрим текст нашей программы, мы обнаружим, что в обоих есть команды пересылки на регистр RDX. И там, и там есть константы, значения которых в одном случае передаются, в другом случае используются для команды вычитания, все равно затирающий регистр RDX. Соответственно, необходимо договориться о том, как не портить данные друг друга. Какие есть варианты соглашений? Первый вариант соглашений – это когда содержимое конкурентного конфликтующего регистра сохраняет вызывающая процедура, не обременяя вызываемую, соответственно, затратами на эти действия. То есть вызывающая сохраняет временное значение в своем кадре перед вызовом. Второй вариант – когда сохраняет вызываемая процедура. То есть она получает управление, и она знает, что в регистре лежат важные данные. До того, как будет управление отдано, в этом регистре должны быть те же самые данные. И если регистр надо использовать, тогда полученное состояние регистра надо сохранить, а потом его восстановить. Каким же образом этот вопрос решен в соглашениях о вызовах? А вот конкретно в Linux он решен компромиссно. То есть есть регистры, которые сохраняет вызывающая, и есть регистры, которые сохраняет вызываемая. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы, если у нас идет работа на маленьких компактных процедурах, чтобы они могли, не соблюдая вот эти правила, пользуясь только ограниченной частью регистров, чтобы они могли не нести затраты на их сохранение. Итак, регистры RAX, возвращаемое значение, соответственно, вызывающая процедура его сохраняет. Вызываемая его может менять, ну и естественно меняет, когда возвращает значение. Тут деваться некуда. Регистры с RDI до RDI, RSI, RDX, RCX, R8, R9 тоже сохраняет вызывающая процедура. Вызываемая их может спокойно менять, не рискуя навредить вызывающей процедуре. А регистры с R10 по R11 сохраняет вызывающая. Соответственно, вызываемая процедура может их спокойно менять, так как если бы команда call, передающая управление вызываемой процедуре, никаких негативных последствий для этих регистров не имела. Соответственно, регистры RBX, R12, R13, R14 и регистр RBP, если он не используется для указателя, для указания границы стека, вызываемая процедура должна сохранить и восстановить. Если, ну поскольку вызываемая процедура, точнее компилятор ее про нее все знает, он свободно волен решить, что ему делать, как ему быть с регистром RBP. И регистр RSP. Здесь уже деваться некуда. Вызываемая процедура должна сохранить и восстановить специальным образом значение перед возвратом. То есть для того, чтобы команда return корректно из правильного места выбрала адрес возврата и передала управление туда, куда нужно. То есть вот здесь одновременно работают целый ряд соглашений для того, чтобы при всевозможных вызовах процедур у нас всегда оставался в целостном состоянии стек и чтобы у нас оставались в целостном состоянии регистры. То есть по этому поводу принято специальное соглашение и компилятор достаточно жестко это соглашение соблюдает. Соответственно, если кто-то из вас все-таки не ограничится изучением ассемблерных листингов, которые получены с помощью компилятора, а будет рискнет писать текст на ассемблере, то имейте в виду, пожалуйста, что перед вами совершенно очевидный риск нарушить это соглашение и таким образом потерять целостность вашего вычислительного процесса. Итак, пример сохранения вызываемой. То есть вот у нас с вами есть первая же команда вызываемой процедуры INGR2, она у нас с вами помещает в стек содержимое регистра RBX прямо командой PUSHQ, прежде чем, даже прежде чем происходит другое выделение памяти для нашей с вами процедуры. И, соответственно, если вы посмотрите вниз программы, сразу же посмотрите на IPvlog, вы видите, что последней командой перед возвратом управления является восстановление значения RBX, а перед этим, соответственно, есть корректировка значения стека. То есть вот еще раз внимательно смотрим, как происходит изменение значения стека. и посмотрим еще за оставшееся время, посмотрим пример того, как у нас с вами работает рекурсия. Посмотрим это на примере программы, которая считает биты. То есть у нас с вами есть пусть ячейка, которая определена как unsigned long, и мы что делаем? Мы проверяем, не нулевая ли она. Теперь мы знаем, что проверка, является ли ячейкой нулевой, это легкая проверка. После этого мы, если она нулевая, просто возвращаем управление. А если она не нулевая, мы делаем следующую вещь. Мы проверяем значение младшего бита при помощи маскирования с единицей. И вот это вот значение, вот этого отрезанного бита прибавляем к значению количества бит в подвинутом вправо на единичку. То есть обратите внимание, функция по-честному рекурсивна. функция pcount, подчерк r, вызывается моё себя. Разница в том, что вызывается моё себя со значением параметра, со значением аргумента, сдвинутым вправо на один бит. Плюс к возвращаемому значению добавляется значение младшего бита, того, который будет потерян при сдвиге. Мы поинтересовались его значением, учли это в счётчике, то есть вот перед pcount стоит плюс, и этот плюс как раз и обеспечивает нам подсчёт значений. Если мы скомпилируем эту программку, она окажется немножко подлиннее, конечно, текст, в том смысле, что строчек больше, но вполне себе обозримый на одном экране, что позволяет нам поподробнее разобраться в её результате компиляции. То есть вот у нас мы можем задаться вопросом, а где находятся наши данные, и ответ нам известен из соглашения, то есть аргумент x у нас находится на регистре RDI, а возвращаемый результат у нас находится на регистре RAX, и таким образом и таким образом собственно мы и и таким образом мы собственно и оперируем с нашими данными. То есть в первую очередь мы проверяем, не является ли наш аргумент нулевым, делается это командой testq, помним, что эта команда производит, что эта команда производит операцию побитого и с предложенными двумя аргументами, результат никуда не помещает, но меня устанавливает значение флагов. И понятно, что операция побитого и с идентичными аргументами приведет к тому, что мы выясним, фактически установим флаги и интересующий нас флаг ноль в первую очередь мы его установим как раз выполнивший интересующий нас операцию. Затем у нас стоит условный переход jump if equal, то есть в случае, если zero flag у нас стоит в единичке, то есть значение полученное, получившееся значение предыдущей операции нулевое, то есть при совпадении с нулем у нас происходит возврат управления. И на регистре EIAX, обратите внимание, на начальную команду я ее сразу как бы пропустил своим комментарием, вот теперь я возвращаюсь к ней. То есть для того, чтобы в результате нерекурсивного вызова нашей функции с нулевым значением было правильное значение результата, нам его необходимо сформировать. Ну вот, мы константу ноль и помещаем для этого вызова, для этого случая помещаем на регистр EIAX. Забегая вперед, скажу, что это значение будет меняться при рекурсивных вызовах. И движемся дальше. У нас с вами в случае, если ситуация рекурсивная, то есть значение аргумента не равно нулю, мы с вами укладываем в стек значение регистра RBX и собственно начинаем наши манипуляции. То есть добавляем к регистру EBX единичку, сдвигаем значение нашего аргумента прямо на регистре и вызываем, выполняем рекурсивный вызов, то есть самое себя, то есть передаем управление, то есть вот прямо на ту самую метку, которая находится несколькими командами выше, передается управление. При этом обратите внимание, что перед тем, как у нас управление передано, у нас аргументом стало уже сдвинутое число и у нас в регистре RBX у нас с вами в регистре в регистре в регистре регистр RBX у нас был сохранен целиком и в регистре в его части после того, как он был сохранен, та часть его, которая используется для нашего счетчика, она получила увеличение на единичку. То есть это к чему приводит? Это приводит к тому, что у нас с вами содержимое счетчика, предыдущее содержимое счетчика у нас с вами оказалось сохраненным в стеке, а текущее содержимое счетчика получило управление на единичку. Таким образом, при каждом вызове нашей процедуры у нас сохраняется значение счетчика. То есть в стековом кадре каждый раз у нас используется место для нового значения счетчика не самый эффективный способ, соглашусь, с точки зрения использования памяти и с точки зрения даже быстродействия. Но с точки зрения написания компактного кода, который отражает рекурсивную природу нашего алгоритма, все вполне себе эффективно. Здесь, к сожалению, есть взаимное противоречие, то есть чаще всего, чем более эффективную программу с точки зрения вычисления вы пишете, тем труднее она для понимания, для ухватывания, тем больше времени вы как программист прячете на разработку этой программы. И наоборот, если вы наиболее прямолинейно, понятно, читаемым образом кладете вашу программу на язык программирования, тем с высокой вероятностью она окажется не самой эффективной при вычислении. И вот умение находить здесь приемлемый компромисс, а иногда и делать очень интересные находки, бывают алгоритмы, которые и выглядят красиво, и являются эффективными при вычислениях, ну вот в этом, собственно, и заключается профессионализм и иногда искусство программистов. Вот подсвечена красным справа сейчас команда pushq rbx, вот как раз происходит сохранение интересующего нас счетчика. Вот происходит подготовка рекурсивного вызова, о которой я вам говорил, вот три команды, то есть перемещение перемещение аргумента на регистр rbx, приращение приращение на единичку его 32-битной части старшей, при этом младшей части, при этом старшая часть, как мы помним, для случая выполнения 32-битной команды, у нас старшие 32 бита в 64-битном регистре у нас с вами зануляются. Вот и сдвиг собственно аргумента, это подготовка рекурсивного вызова, который следует сразу за этой подготовкой. У нас значение rbx сохраняет вызываемая процедура, как мы с вами убедились, и на регистре rx у нас появляется после, когда и если мы получим управление при помощи команды return, у нас на регистре rx окажется рекурсивное возвращаемое значение. После того, как у нас из рекурсивного вызова мы вышли, у нас на регистре есть значение счетчика, которое нам необходимо учесть. то есть то, что у нас находится на регистре rbx и то, что у нас находится на регистре rx. Мы складываем, нас после этого значения регистр rbx уже не интересует, и мы восстанавливаем его старое значение, которое было в стейке. и возвращаем собственно значение. Итак, важно о рекурсии. Она организуется без специальных мер. То есть архитектура современных процессоров и не очень современных, таких как x86. Мы помним, да, что она аж с 87-го года так или иначе существует. Но тем не менее организация таких концептуально нетривиальных вещей, как рекурсия, не требует специальных мер. То есть главное правило вызвали, неважно кто, неважно кого, неважно по какому поводу выделяется стековый кадр. То есть каждому вызову функции свое отдельное хранилище данных. Там находятся сохраненные регистры и локальные переменные. Ну сохраненный адрес возврата он тоже при каждом вызове сохраняется в стеке. Дальше вопрос к какому конкретно кадру он относится. То есть в том соглашении, которое мы с вами только что изучали, там адрес возврата относится к кадру вызывающей функции. А соглашение о разделении регистров, о том, кто отвечает за сохранение регистров, предотвращает их повреждения. То есть один процедурный вызов не повреждает регистры, другого процедурного, состояние регистров нужное для другого процедурного вызова, благодаря тому, что корректно сохраняет эти регистры. Си-код, поскольку он умеет работать с указателями, даже не обращаясь в ассемблер, немножко подумавшим можно написать Си-код, который изменяет значение чужого стекового кадра. Именно считается, что процедуры одной и той же программы находятся под единым контролем, друг к другу дружелюбны, поэтому никаких специальных мер защиты нет, и имея на руках такой аппарат, как указатель, можно выйти за те рамки, которые вам предписывает стандарт языка Си, и увидеть то, чего не предполагает сам по себе стандарт. Но это за пределами аппарата переменных, нормального аппарата переменных, и когда ваш указатель начинает ссылаться на необычные адреса памяти, на нетрадиционные адреса памяти, то уже здесь за результат вашей работы, за те данные, которые вы получите, или наоборот измените, отвечаете только вы как программисты. Схема вызовов и возвратов следует стековой дисциплине. То есть, если процедура П вызывает процедуру Ку, то Ку возвращает управление раньше, чем П. И таким образом реализуется стековый принцип, то есть, это соответствует стековому принципу, именно поэтому стек хорош для реализации этих процедур. Первым вошел, первым ушел. Лифо. И вот этот вот принцип, важно, я не приводил вам примеры, не подчеркивал, поверьте, что работает, если хотите, найдите пример, напишите, посмотрите, посмотрите как бы ассемблерный листинг, убедитесь сами, что в случае взаимной рекурсии, когда процедура П вызывает процедуру Ку, а процедура Ку вызывает процедуру П, все точно так же работает. В некотором смысле можно говорить о том, что рекурсия существует только в нашем сознании и в тексте программы, где мы можем увидеть, что функция такая-то вызывает, что в тексте функции такой-то есть вызов самоё себя. И тогда, да, мы делаем заключение о том, что функция наша рекурсивна. Или, когда мы контролируем взглядом две функции одновременно, мы можем сделать заключение, что между ними существует взаимная рекурсия. На машинном уровне, как вы понимаете, эти детали уже неразличимы. То есть, есть соглашение об использовании ресурсов, и есть замечательные команды call и red, которые позволяют передавать управление заранее неизвестно куда и возвращать и возвращать управление вызов. Хорошо, погорячился. Скажем так, для того, чтобы оформлять вызов заранее неизвестно куда, требуются ещё дополнительные средства. Я надеюсь, что нас хватит с вами время, мы до них доберёмся в рамках нашего курса, я расскажу. Но, строго говоря, когда компилятор собирает вашу программу и в ней есть вызов другой программы, он может не знать, где эта вызываемая программа, вызываемая процедура, вызываемая функция находится. Поэтому там нужны некоторые необходимые дополнительные действия. Но важно, что ваш C-код не меняется от того, откуда вы берёте потом эту функцию, и это то, что касается команды call, и то, что касается команды return, там вот уже по-честному. То есть до самого момента исполнения этой команды процессор не знает, куда он будет возвращать управление. Вы, конечно, можете подсмотреть сразу же после того, как функция вызвана, вы можете заглянуть в стек и посмотреть, а какой адрес возврата там лежит. Но, опять же, поверьте на слово, что до тех пор, пока не будет вызвана команда return, этим адресом текст программы не поинтересуется. Вот, это, наверное, всё, что я хотел сказать на сегодня. А, нет, вру, сводка. У нас ещё есть... Жалко, у меня здесь нет подсказок, как я загляну вперёд. А, да, это всё. Значит, у нас с вами есть сводка сегодняшнего материала. То есть, первое, что важно. стек — это подходящая структура данных для вызова процедур и возврата из них. Именно потому, что мы придерживаемся правила, что если одна функция вызвала другую, то другая вернёт управление раньше, чем первое. То есть, вот эта вот процедура в буквальном смысле получается у нас последним вызван первым верни управление. последним вызван первым верни управление. при всех вот этих затейливых схемах, о которых я вам сегодня рассказывал, этот принцип соблюдается и на языке высокого уровня, и на уровне машинной реализации. На языке высокого уровня это правило, предписанное стандартом языка. На машинном уровне это семантика, процедура, смысл работы определенных, смысл работы определенных команд. Хотя, строго говоря, имея ассемблер на руках, вы можете написать машинный код, сначала программа на ассемблере, потом машинный код, который реализует какую-нибудь другую дисциплину, какую-нибудь другую процедуру, инструмент у вас в руках. Зачем это может потребоваться, я сейчас на вскидку конструктивный вариант вам не предвожу. Вот. Второе. рекурсия, неважно саморекурсия или взаимная рекурсия, реализуется обычными правилами вывода. То есть, вот это вот ухватывание на нижнем уровне такого сильного инварианта, то есть, что стабильно, что верно для любых вызовов функций, позволяет обслуживать после этого самые затейливые конструкции. То есть, значения безопасно хранятся в своем кадре и в регистрах сохраняемых вызываемой программой, аргументы находятся на вершине стека, к тому моменту, когда функция вызывается, и результат возвращается в RAX. То есть, когда наша с вами вызываемая функция получает управление, она спокойно предполагает определенное состояние стека, что адрес возврата лежит где надо, и аргументы тоже лежат где надо в соответствии с соглашением. И тогда она спокойно начинает залезать за своими аргументами в стек, в стековый кадр вызвавшей процедуры, находит их там, результат кладет на RAX, там, где нужно восстанавливать состояние, и возвращает управление. Опять же, независимо от того, сколько раз уже за ней происходили вызовы. про указатели помним, что это адреса значений, которые в большинстве случаев, если вы не предпринимаете специальных мер для определения данных, то эти указатели у вас указывают куда-то в стек. Поэтому будьте с ними, пожалуйста, осторожны, с указателями на переменные, то есть выход за границей указателей вам с высокой вероятностью может повредить именно стек, и мы с вами видели эти примеры в предыдущих лекциях, и в некотором смысле даже настолько нарушить, помним, что у нас адреса возврата лежат в стеке, если мы, не дай бог, повредим по разным причинам адреса возврата, вопрос, куда же мы вернем управление. Вопрос, кстати, нетривиальный. Во многих случаях управление будет передано настолько не туда, что операционная система скажет, ну так же нельзя, и значит прекратит существование вашего вычислительного процесса. А в некоторых случаях управление может быть передано туда, куда хочет, ну грубо говоря, не автор вашей программы. И с этими ситуациями мы тоже не, тоже, ну пример покажу, будем немножко разбираться. так, вот теперь у меня точно сегодняшний материал закончился. Спасибо. 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 Продолжение следует...